Грязная камера. Работа готова. Могли бы в подъезде задолжить. Там у нас ничего нет в нашем университете. Мне плохо. Всем привет. Я еду в универ сдавать учебную практику. Здесь имеются 2 учебных практики и 2 дневника. Конечно же, Заречку. Нужно к 11 приезжать, поэтому я не выспалась. Ой, как же давно я не шла эта дорога до станции. Сейчас я еду в универ, вот птичка будет. Боже, такое все зеленое еще здесь. Май, это мой самый любимый месяц. Но сейчас именно прям тепло, поэтому... Господи, ты передо мной прилетел. Так, а на завтрак у меня вот такой вот несбалансированный и нездоровый перекус. Зато самый-самый вкусный. Обожаю киндер-картс. Реально. Короче, мы пришли, все распечатали как надо. Вкусный календарь возвращается во вкусные . Дарим 100% кэшбэк каждую пятницу при оплате картами Альфа-банка. Вот, вся работа готова уже, извините. Сейчас ждем преподавателя и все. Каждый раз новые артефакты мы находим. Просто сейчас вот такая вот какая-то... Ну что это? Вот что? Ну, ладно. Мило. Ну, мило, да, наверное. Покупаем клубничку с Ариной. Итак, сейчас купила пломбир для, конечно же, клубнички. Кстати, хочу сейчас поговорить с вами. Я написала в своем телеграм-канале, что вот у нас там закончится. Сегодня была учебная практика, все. Осталась только предзащита и сама защита уже диплома. А госы? Говорю, не было. Ну, реально не было госов. Нам об этом сказали уже довольно давно. Ах, я сяду, потому что долго буду говорить. И все говорят, типа, блин, а мы вот мы учились год назад. Ну, типа, кто сдавал, видимо, год назад, они, типа, у них были и госы, и сессия, и экзамены. У меня тоже была и сессия. И курсовая. Хотя курсовые не должны ставить в год диплом, где пишется диплом. Ну, типа, не то, что не должны, не имеют права. Нет, имеют права. Ну, обычно не ставят просто курсовую в год, когда уже есть диплом. Нам поставили. Мы защитили курсовые. Далее у нас было две практики. Производственная и еще какая-то, я уже честно не помню, как она называется. По 14 дней каждая. Это не просто, знаете, практика. Там, ой, ладно, отходил и все. Нет, после этого ты пишешь две практики. По каждой практике ты пишешь практику свою. Отчет. Отчет по практике. Два. Как от практики две. Потом ты пишешь два дневника, потому что нужно заполнять дневники. Да, дневники не сложно. Я ничего не говорю. Дневники, ты там просто написал, что ты там делал и еще в целом. Потому что дальше у нас было обучение. И после нее уже сессия. На сессии было всего два экзамена. Обычно на сессиях бывает больше. И четыре, и пять. Ну, у нас никогда не было, кстати, четыре, и пять. За все обучение у нас максимум было три экзамена. И далее у нас теперь учебная практика. Все это нужно защищать. Это не просто. То есть, ну, вот как, на все надо тратить время. Это все равно, ну, как-то вот это вот. Да, это лишний нервяк. Однозначно. Ну, и приходим к тому, что у нас сейчас будет предзащита и защита. Плюс ко всему я вообще участвую в конкурсах. Но это я вообще не отмечаю. Потому что это чистая моя инициатива. Это вообще не обязаловка никакая. И что, ребята, я хочу сказать. Это все было сложно. Это все было нервно. Это все было. Вот эти все сроки опять поджатые. И все в этом духе. То, что у нас не было госов и прямо так говорить, что мы прямо мучились нереально. У нас ничего нет в нашем университете. Вот как будто просто ни одна работа нам не даем, бедняжкам. Ну, это же не правда. Ладно, это было правда. Но это не правда. Меня просто, честно, это взбесило. Вот. Вот так вот. Блин, почему в мае не можем быть вечером? Я буквально бы просто жила в мае всю же. И как же это прекрасно все цветет. Все пахнет. Все красиво. Все ярко. Зеленый, блин, такой яркий-яркий, сочненький цвет. Кстати, я иду в универ. Знаете зачем? На предзащиту. Я последние два дня занималась только предзащитой. Я последние сутки занималась речью и презентацией. Мне очень грустно, что я занялась и так поздно. Потому что, мне кажется, у меня она хромает. Возможно, сегодня выступать не буду. А просто послушаю других. Поймемся, как правильно-то, блин, выступать. Так, я уже в универе. У нас при входе попросили показать сумки. Такого никогда нет. И проходит вот этим металлоискателем. Мне уже что-то и страшно как-то. Странно. Вчера я была вся на нервиках. Потому что... Ой, как вам сказать? В общем, вчера увидела приказ о темах ВКР. Ну, диплома. Таково было мое удивление, что там не та тема, по которой я пишу свой диплом. Она похожа. Она прям, ну, почти об одном и том же. На моей теме, которую я пишу сейчас, в которой я уже написала, точнее, диплом, там есть слово «Стратегия». Вот я сейчас договорю, потому что я ушла, потому что там, короче, ко мне подошел преподаватель. Она сказала, что у вас все хорошо очень-то, все будет нормально. Вам добавить немножечко совсем ваш диплом, и все будет окей. Вот поэтому я прям... Ой. То, что я писала все время по другому диплому, а у меня вот так вот... У меня это немножечко, честно, вчера я прям очень распоряжевалась, и я написала сразу своему научруку. Как-то так, короче... Ну, вроде сказали мне, что все решится, все хорошо будет. Вот. Но буду уступать с другой темой. Потому что в целом менять тему и незачем, вот. Потому что она очень-очень похожа и схожа. Ну, просто нужно реально добавить кое-что, и это даже будет круче, потому что работа будет доработанная. Вот. А сейчас она у меня, правда, очень сырая, и вообще... Здесь будет выступление. Мне сказали скинуть на флешку. Ну, то, что у меня на флешку, а на компьютер. И показывать. Боже, мне страшно. Так, скинула на компьютер. Теперь буду читать свою речь. Ой, друзья, мне плохо. Я сейчас в районе Северная Измайлова. Мы идем в Сиреневый сад Ксюши. Я на кое-кого еще взяла. Укадайте кого? Собаку! Вы понимали, я добираюсь сама до этого парка. А это как раз там, где мы ходим на квесты. Где вот это... Помните, я показывала прям? Вот. Недавно. Мы тут были на квесте. Тут какая-то другая сторона. Вот. Ну, мило тут, кстати. И все. Так. Как я поняла, что я в Северном Измайлова? Да. Да так. Да вроде никаких обознавательных знаков нет. Но вот как-то вот поняла. Вот только посмотрите, как красиво. Как просто зелено. От этого красиво. Ой. Только посмотрите, мы пришли, кстати, встретились еще один. Ну дай ему попысать. Ой, тут большие собачки даже гуляют. Красиво. Очень красиво. Посмотрите просто на это все. Прямо в воздухе. Знаете, какой тут воздух? А свербит, насколько он сладкий, насколько он цветочный. Вот примерно такое. Просто, пожалуйста. Я попросила Ксюшу мне сделать вот такие цветочки волоса. Ой, тут грязная камера, как будто эффект такого свечения. О, спасибо. Оказывается, этот парк вообще далеко не маленький. Он просто гигантский. Тут количество деревьев тоже гигантское. Вот тут я сказала, давайте ее везде ебаню. Да. Прямо вот тут, вот тут, вот тут. Реально везде сирень. Буква просто. Она по кругу, она не только по кругу, она вдоль, поперек. Хэппи вообще просто ваучи. Я не знаю, он в шоке. Собачек очень много, кстати. Очень много. Мы гуляем, наслаждаемся с тобой. Дышим свежим воздухом. Культурно обогащаемся. А могли бы в подъезде задолжить. Ну вот так, если сравнивать, вот кем мы могли стать. Ну правда, ех. Превьюшку эту вставим однозначно. Нравится вот ходить и просто нюхать сирень. А и нюхать какой-то дом. Какой-то. Господи. Не, ну правда. Я вот иногда так думаю, как наша жизнь могла сложиться. Мы бы просто стояли. Эээ, эээ. Две Юлики, наверное, что правда. А ну реально, мы пришли в сад сиреней. И нам так нравится. Ну это да. Я говорю, слушайте, вот просто каждую вот. Мы приходим только в одно новое место. Я говорю, как красиво. Он такой, да, очень красиво. Потому что реально очень красиво. Как будто из картины вот. Вот из картины. А казалось бы, такие простые вещи у каждого под подъездом, блин, по кусту сирени. Вон тот дом. Вон тот дом вообще. Вон который ни разу тут не был просто. Да, кто там живет, они может даже ни разу не спускались сюда. Но зато запах до них точно доходит. Я уверена больше чем. Если вы не поняли, что мы в саду сирени, то это инсталляция. Небольшой намек. Небольшой намек, да. Ну вдруг. Ну да. И так, мы в такси. Потому что у нас, в общем, и у меня, и у Ксюши разряжен был телефон. Я думала, у меня разряжался, разряжался телефон. Я думала, ну сейчас ладно. Ну я разряжу, потому что у меня всегда есть своя зарядка. Каково мое было удивление, когда я не обнаружила провода. Но помер банк был. Вот. Но слава богу, у нас по одному проценту заказали такси. Теперь едем. Едем в следующий сад. Эрмитаж. Эрмитаж. И в твоей косметичке. А, моя косметичка. Ксюша почему-то удивила моя косметичка. Я же сама это наклеила. Поэтому мне... Пожалуйста, поставь музыку. А, вот это скрипка. Мне так нравится, кстати, эта косметичка. Это Ксюша мне подарила. От Сол де Жанейро. Потому что в ней все видно, вот очень удобно. Аришку встретили. Сидит, блин, у кафе, не ждала нас. Замерзла вся. Перемерзла. Улица уже нормально так похолоднела. Поплохела. И теперь мы едем домой. Точнее, к Карине. Потому что у Ксюши нету горячей воды дома. И просто... Ой, какое качество замечательное у меня. Дэнка. Слышите охуенно? А, да. Вы сейчас слышали? Ага. Там офигенно поется. Кто ж знал. Я думала, что джиган не такой. Артем Катин. А что он... Тогда это все он испортил. Итак, объясняю, что вообще происходило на предзащите. Что случилось? Где? Почему? Что с темами моей? Моей темой? Что? Список тем вообще объявили уже 30 ноября. То есть очень давно. Его сразу вывесили, знаете, прямо вот перед кафедрой. То есть там, где мы проходили каждый день. Где у нас занятия каждый день были. Ну не в кафедре, а вот в этом коридорчике. Друзья мои, я не видела. Правда. Ну серьезно. Я не видела. Я была уверена, что я записала... А писала я тему одну. Я писала в заявлении тему, которую мы согласовали с моим научным руководителем. Какое было мое удивление, как я уже говорила, что я увидела вообще другую тему, другая формулировка. Эта тема похожа, да. Но другая формулировка. Из-за этого все равно диплом строится по-другому. Что говорить-то? Могу сказать, кстати, было формирование стратегического развития образовательной организации. Так как я проходила практику в школе. А теперь у меня просто разработка развития образовательной организации. Много ли поменялось? Да немного. Но все равно нужно переделать. И придется приехать еще к преподавателю, который мне сможет помочь. Не мой научный руководитель, а преподаватель, который у нас вел самый главный основной предмет управления проектами. Это как раз о том, где я училась, что у меня за направление управления проектами. Я не говорила об этом почему-то. Это не какой-то секрет, это вообще не тайна. Просто почему-то не говорила. Ну в общем, управление проектами. И в целом, по идее, ну должно помочь мне. Надеюсь на это. Ну в общем, да, знаете, что такое тоже бывает. Я вот просто не могла бы думать, что такое произойдет со мной. Кстати, чья вина в том, что так написано, не знаю чья. Не моя. Явно в том, что я в заявлении писала такую тему. Такие вот дела. Ну на самом деле моя вина тоже тут есть, потому что с 30 ноября висел этот список. Ну уж можно было. Хотя бы просто... Знаете, вот когда проходишь по коридору, хотя бы вот вот так вот посмотреть вот, ну, обратить внимание. Я даже его не видела. Вот так вот, знаете, повесил просто перед собой и все равно не видишь. Ну вот так вот так. Ничего, ладно, все хорошо. Значит, это... Ну так вот так надо, значит. Ну что еще сказать? Я вижу. Необычный, да? Согласись. Вкусный календарь возвращается во вкусные точки. Дарим стопроцентный кэшбэк каждую пятницу при оплате картами Альфа-банка. Мы уже приехали к вот этому зданию и здесь как раз и проходит мероприятие от бренда РАД. Мне очень интересно. Там будет неправда по зданию на часик. Ровно причем. Ну, тоже, знаете, функтуальность какая-нибудь. Своебразная функтуальность в этом здании. Блин, где же? Мы же обходим то здание. Да? Да, да, да. Да? Мы, собственно говоря. Кто же здесь интересного? Ой, а вот в баре мы сейчас кто-нибудь и возьмем. Поздравляю вас с этим радостным, ну и зажигательным событием в летнем спорте. Кстати, потеряла ксюшу. Будем расслабляться. Будем расслабляться. Веселиться. Краситься. Я хочу объявить музыкальный сюрприз. А здесь вот такой вот уголок для макияжа. А вот и косметика рад. Вот это прям очень красиво вообще. Здесь даже бирбонг есть, друзья. Но он уже кем-то выпит. Это пирсики, а не кашлы. Сейчас мы однажды едем. Оказывается тут есть и еда. Посмотрите, вот такие вот. Ну правда, мне кажется, это прям остатки сладкие. А я, Ксюша, кстати, уволокла. Пимсик небольшой. А это самый вкусный. Тут собачка. Май-май-май. Масенькая такая. Милая такая. Хоть-путь-путь-путь-путь-путь-путь-путь. Музыка. 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 Ой-ой-ой. Это что за тренды? Вот еще здесь фото локация такая. А, ничего что? И что? Кучилка меня обманул, у нее последняя. Ага, ага. Это 100% нет. Конечно нет. Саша выпрашивает подарки. А вы все с тремя снимаете? Итак, мы сейчас у каких-то непонятных объектов идем во Фрэнк Бэйбэста. Надеюсь, я даже не знаю, где она находится здесь. Но, а, кстати, не показала вам. Мне дали подарок. Смотрите, бананчик. Чукопайки. Ой, нет, это, наверное, как их называют? Орео. Что-то еще и что-то еще. Мне очень хочется посмотреть, что это такое. Так, теперь кушаем Фрэнк Бэйбэст. Уксюша сосисочки. Мне кажется. Сосочка Фрэйс. Боже, мне страшно это показывать. Знаете, я потом еще про себя говорю, что я перфекционист. Ну, вот перфекционист жил бы вот так. Вот с этим. С кучей говна на фоне. Ну, наверное, нет бы. Значит, я не перфекционист уже, оказывается. Ну, переросла девочка себя. Сегодня было бы очень прикольно. Очень прикольной компанией. В общем, мне все понравилось. Я прям топ и топ. А теперь покажу, что же было в коробке от РАД. Я его распаковала. Первое, что здесь было, это банан. Ой, даже, смотрите, пометили его наклеечкой РАД. Дальше это Oreo. Надеюсь, не шоколадный, а просто обычный оригинальный. Потому что я ненавижу шоколадный Oreo. И так далее. Это уже пойдет у нас такое, что-то более косметическое. Это повязка для волос. Вот так вот она выглядит. Не знаю, нужна ли мне она, но в целом как будто бы даже можно использовать. Такая вот открыточка. Очень приятно, кстати. Две масочки. Одна успокаивающая, другая питательная. И вот до сих пор не могу понять, что это. Это желе для тела с ароматом лимона. О, как классно! Вы представляете запах лимона на лето? Это самое то вообще. Давайте вот это вот распакуем с вами прямо сейчас. Мне очень интересно, что же это, как это желе для тела. Как это мило выглядит, посмотрите. Почему-то мне стало смешно жутко. Это просто холодец в баночке. Но пахнет очень приятным лимончиком. Не химозным, знаете, не так как елочка какая-нибудь. Он не как освежитель в туалете, а прям очень приятный. Такой благородненький аромат лимона. Еще здесь нарисован гусь. Ну рад, они такие типа с приколдессом, поняли, да? И вот такая вот еще была подводка синяя. Вот это прям интересно. Давайте тоже ее распакуем и покажу сейчас. Просводчим. А то что же вам не покажу, что ли? Покажу, покажу. Еще как покажу. Вот так вот она выглядит. Ой, а цвет-то насыщенный. Такой яркий. Не синий именно, а прям голубой. Мне прям такое нравится. Я такое обожаю, если быть честной. Ну и все на самом деле на этом. Ну в целом это очень прикольно. Это прям такой, ну, комплимент от бренда. Почему бы и нет? Я одобряю. А бананчик это прям вообще отлично. Вот на завтрак у меня будет бананчик. Кстати, записала завтра на массаж. Опять вместе со своей сестрой будем, знаете, ходить. Но завтра у меня просто обычный массаж. Только если тот был с маслом, то этот с кремом. И как раз после массажа пойду на еще одно мероприятие. Тоже пригласила Псюша. А, нет. Сначала Псюша пригласила на какую-то одну, что ли. Это был холи-поли на завтра. А потом мы сидели вот как раз в Фрэнк Байбасте. И Саша сказал, что пойдет на мероприятие от бренда BeFree. Сказал, что Псюша нас может, ну, типа, пригласить. Вот. Они такие, давай, давай. Вот. Поэтому мы завтра идем еще на BeFree. Я не знаю, успеем ли мы все везде и сразу. Уходим думать. Только, конечно, у меня сейчас диплом у меня прям... Ой, не дает мне выдохнуть вообще никак. Вообще никаким образом. Ладно. С этим останется разобраться чуть-чуть. Просто еще, знаете, еще завтра английский. У меня же записалось на завтра английский. Наконец-то спустя две недели я займусь им. Ой, друзья. Я прям... Не знаю. Как мне вот раздвоиться, расстроиться, чтобы и там, и тут, и везде успеть со всеми побыть. Не буду вас больше загружать этим, потому что сама себя загружаю. Угу. Параллельно. В общем, да. Ну, ничего. Справимся. Прорвемся, да, как говорится. И от Пуси пришла посылка. И мне очень интересно посмотреть, что же там. Так, по итогу было в коробочке вот это все. Это немало, я хочу сказать. Первое – это промо-открыточка их нового геля. Это, да, это типа супер фикс гель. Типа он намного-намного лучше держит брови, чем тот. Вот. Вот. Вот когда я пользовалась вот этим гелем, его тогда все нахваливали в то время. И я такая, ну, да, ну, реально можно намного более фиксирующий гель сделать. И поэтому они, в целом, я так понимаю, и сделали вот такой розовенький. А, нет, кстати, мне кажется, у них щеточки разные. Смотрите, давайте посмотрим. Ну, да, они разные щеточки. Вот здесь какая-то даже более прикольная, мне кажется, она более закрученная, да. Далее это вот такой крем для тела. Я его уже попробовала, потому что я это снимала для вертикального, знаете, формата. И что могу сказать, он безумно вкусно пахнет. Увлажняет. Ну, хорошо, достаточно. Вполне себе. Не оставляет жирную пленочку. Далее это освежающий тоник для кожи лица и шеи. Я его не пробовала, но вот как раз хочется попробовать. Интересно, да. Далее это пилинг-скатка. Вот так вот выглядит. Попробую. Мне кажется, это интересная штучка. Герлоновая эмульсия. Она прямо хорошо увлажняет. Чистый герлончик. Просто крем равно герлон. Не нужно ничего добавлять. Просто нанес ее, если не хочешь перегружать кожу. И все, она спокойненькая, легенькая. Ну и последнее. Это shower body foam. Такая вот пенка для душа. С табаком, перцем и ванильем. Одну вот такую вот. Мне очень прикольно. Мне очень большое спасибо Пуссе. Реально огромное. Знаете, редко, но метко отправляют мне просто прекрасные продукты. Правда, все меня очень-очень устраивает. Спасибо большое, правда. А сейчас готовится к английскому. Потому что он у меня будет через 30 минут. Спончику плохо. Но я его, короче, вот так вот сделаю. Потому что это невозможно. Его было вытащить по-другому. Но вообще он грязный. Уже все. Уже выкинули. Мне сделали массаж. Сейчас собираюсь. Какая красивая подсвечник вот эта цель. Тем временем мы встретились с Ксюшей. Я окрашусь по вагоне. Потому что... Ой, Ксюша, у тебя желтее, да? Он чуть-чуть, да? Как у меня? Это самый светлый? Да. А то, что спонжик мог... Ой, сухой. Абсолютно. Я думаю, что я сделала даже хуже. Нет. Так тушу, тушу просто, да? Нет. Все, я уже не сделала. Я просто тушу. У меня паника. Паник Ру. Тон почти сделан. Сейчас осталось пудрой. И за... О-о-о-о. Да, он вообще... Там еще больше не было, представляешь? Я прислала вниз. Ну, мы так чуть-чуть. О-о-о, какая классная пудра. Надеюсь, заплачено будет. Шучу. И более. Вот у человека стало похоже. А то это был трэш. Вот мы и накрасились. Теперь Ксюша тоже закрашивается. Вот такой вот макияжик. Ну, в целом, мы так думаем, нормально получилось. Адекватно пойдет. Но очки лучше все-таки надеть. Да? Мы приехали уже вот сюда. Вот здесь такой... Даже не знаю, это река или это озеро. Похоже на озеро. Но, скорее всего, это озеро. Просто посмотрите. Мы уже... Я уже приоделась в брендик. Вот. Сейчас идем в туалет, а потом на тренировку. Ой, красиво. Красиво. Нереально. Этого вида. Кстати, сейчас будет тренировка на этом мероприятии. Я не знала об этом. Честно скажу. Нам дали вот такие браслетики. Можно везти узелочки. А еще здесь очень вкусно что-то жарят. Парят. А, здесь Burger Heroes, точно. И вот здесь нам на этой стоечке надо записаться сейчас. А вот и то, почему мы здесь, собственно говоря. Вау, как красиво. Очень круто. А это что такое? Сыр-бри. Сыр-бри с ежевикой. Это где такое видано? И вот креветочка такая вот с соусимым. Очень прикольно. Очень. Сейчас садимся на лодочке. Мы уже тут. Смотрите. Ура. Смотрите, нам чтобы выйти. Мне сказали Рулю. Я Рулю. Да, Ева тут у нас. Она решает. Мне к солнцу вот. К солнцу. Нет. Я пока не могу. Супер-супер. На меня, на меня, на меня, на меня. Смотришь, парни работали, да? Да. Парус работает теперь. Да. Вот, всё. На меня поверни. Да нажми ты на меня. Вы сказали, чтобы я правильно держалась. Великолепно. Всё великолепно. Мы даже не утонули в первую минуту здесь. Ааа. Кто ныряет? Кто будет его ловить? Правда? Руками. Ааа. Ну давай. Нет, я рулю. Я не могу, девчонка. У меня маникюр. Лодки не били, да. А девочек запрягли делать такой нам парус. Только чёрненький. Да. Такой. Как у других. Что? 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 Сумасшедшие! Вы только посмотрите что Арина складывает парус. Арина! И Ксюша тоже. Ну вы сегодня прям. С этим маникюром девчонка. Даа. Давай попробуем Тут просто сейчас пылескоп Давай